Привет, меня зовут Феликс Кюнирд, я из компании CG Heinel из Германии. На этом стенде мы представляем наши винтовки. Мы производим их в Германии. Это серия RS. Мы выпускаем их в двух калибрах. 308 называется RS-8 Compact с коротким стволом. Снайперская винтовка со скользящим затвором. Полностью регулируемый приклад. Регулируется по длине и высоте щека приклада и задник. Регулируется по длине и высоте щека приклада и затыльник. А какие материалы используются? Нижняя часть ствольной коробки сделана из алюминия. Верхняя крышка отлита из стали вместе с планкой. Так что болтов, крепящих к планку, нет. Все сделано единым целым, поэтому оптика и ее крепление держатся очень прочно. Приклад складывается на правую сторону и блокирует рукоятку затвора. Это защищает винтовку от случайного выстрела или какой-либо поломки, когда она в сумке. Три положения предохранителя. Первая блокирует затвор, вторая позволяет зарядить винтовку. Третья – это уже стрельба. Это магазин для RS-8, для RS-9 большего калибра. Спуск регулируется. Спереди расширение коробки, сделанное из алюминия и покрытое полимером. Планки прикручены, вы можете их отсоединить, если они не нужны. Можете установить бипод снизу, здесь или здесь. Планка спроектирована для использования с прибором ночного видения. Вы можете установить его перед оптикой. Здесь укороченная версия калибра 308 компакт. Глушитель с левой резьбой закручивается против часовой стрелки. Очень легко снимается. Можно и без него использовать, да? Да, можно использовать и без глушителя. Глушитель весит около 500 грамм и значительно снижает громкость выстрела. Он может быть установлен и на калибр 308, и на 338. Так что можно использовать один и тот же глушитель на обеих винтовках. На них установлен трехкамерный дульный тормоз одинакового диаметра, поэтому можно использовать один и тот же прибор бесшумной стрельбы. А здесь у нас RS8 Subsonic, дозвуковой, с интегрированным глушителем. Так что ствол заканчивается где-то здесь. Остальная часть это глушитель. Эффективная дистанция стрельбы около 150 метров с дозвуковым патроном. Громкость с дозвуковым патроном не выше, чем у пневматической винтовки. Очень тихая для любых задач, где это необходимо. В общем-то одинаковые винтовки, разница только в стволе. А это наши полуавтоматические винтовки калибра 7,62х51. Стандартная трубка системы AR-15. Таким образом мы можем использовать приклад AR-15. Приклад регулируемый и может быть установлен в шести положениях. На эту винтовку мы можем установить любой приклад для системы AR-15. Например, подает любой приклад армейской спецификации. Пистолетную рукоять также вариант AR-15 и вы можете поменять ее на любую другую. Передние и задние накладки производства компании CAA. Их также можно заменить, чтобы подогнать хват под стрелка. Да, я знаю их продукцию. Винтовка полностью двусторонняя. Здесь установлен двусторонний затвор. Можете заряжать и вправо, и слева. Он достаточно большой для использования даже в перчатках. А как разобрать винтовку? Как открывать ствольная коробка? Разбирается вот таким образом. А, да, вижу. Система работы автоматики. Здесь установлена система с газоотводом на поршень. Винтовка стреляет очень чисто. И, как я уже сказал, полностью двусторонний предохранитель. Достаточно крупный переключатель. Его удобно использовать в перчатке. Так же защёлкой магазина тоже можно пользоваться с правой и с левой стороны. Здесь спуск затвора. Он очень легко доступен. Здесь есть своеобразная защита. То есть, если вы держите винтовку перед собой, то она не зацепится у вас за разгрузку. Сколько она весит? Винтовка без оптики и с пустым магазином весит примерно 4,4 килограмма. Из чего она сделана? Верхний ресивер из стали, нижний из авиационного алюминия. Ствол, конечно же, холодной ковки. Планки тоже сделаны из анодированного алюминия, так что поверхность очень твёрдая. Остальные части полимерные. Да, я понял. Я вижу, что по своей концепции эта винтовка очень похожа на HK417, правильно? Я бы так не сказал. А в чём разница? В первую очередь, это фактически R15, поэтому вы можете установить любой приклад. Также здесь стандартный магазин. Таким образом, можно использовать магазины R10, например, МакПУ, SR25 и ещё что угодно. Отсоединяемая без инструментов планка. Нужно просто повернуть ручку с обеих сторон и, например, подвинуть планку вперёд. По бокам установлена система КИМО. Винтовка поставляется со специальным инструментом, который можно также использовать для крепления ремня. Но это ещё и инструмент для КИМО, для откручивания, закручивания и изменения положения. Также с помощью него можно регулировать газовую систему. Интересно. Интересный у вас инструмент. Да, и переключать либо в нормальный режим, либо в без шума. Да, скручив曝. Да. Продолжение следует... Об Sicherность. Неверным режимом. Увидимся. Продолжение следует...